С самого утра у здания Национального банка отцепление силовиков и медиков. Видно, что к приходу нежданных гостей здесь готовились с особой тщательностью. Задача поставлена четко – уберечь от народного гнева распоясавшихся чиновников. Первым на митинг пришел глава Союза мусульман Мурат Тилибеков. Он, пытаясь прорваться внутрь, назвал девальвацию казахским апокалипсисом. Можно было провести не такую шоковую терапию, но последовательно, как-то смягчить. Так, как это делается во многих странах, нет ничего нового. Все эти технологии отработаны во всем мире. Зачем это делается? Специально, чтобы спровоцировать социальный взрыв. Для чего они это делают? Уронив тенге ниже плинтуса, власть буквально взорвала народ. Десятки пенсионеров, ипотечников, представители общественных объединений были готовы штурмом взять Нацбанк. С требованием отправить его главу Кайрата Килимбетова в отставку они плотным кольцом окружили вход. Не удалось успокоить разъяренных алматинцев и директору департамента организационной работы, внешних и общественных связей Нацбанка Александру Терентьеву. Он предложил собравшимся изложить претензии в официальном письме. Но это только еще больше возмутило активистов. Какой смысл писать, если на их послания уже много лет никто не отвечает, а проблемные кредиты так и висят мертвым грузом. Вот поверьте мне, я нахожусь в такой ситуации, как и вы. Ничего подобного. Я пенсионер, ко мне в карман залезли, меня грабят. Большинство алматинцев сегодня пришли к Нацбанку скорее от безысходности. Непонятное слово «девальвация» для простых граждан – очередной этап обнищания. Не нужно быть именитым экономистом, чтобы понять, что вместе с долларом вырастут цены на продукты питания, топливо и коммунальные услуги. А у многих, помимо этого, еще ипотечная кабала на шее. Вы стоите плотной стеной, от народа защищаете. Кого? Такой же народ? Если мы их справили, то вы чего боитесь? Нас боитесь, что ли? Мы посмотрите, вот, посмотрите, мы безоружные, пришли к вам. Почти час люди призывали Кайрата Килимбетова выйти к ним. Однако глава Нацбанка уехал в Астану. Оправдываться за вчерашнее заявление об обвале Тинге пришлось его заместителю, Куату Кужахметову. Дать объяснение он согласился в конференц-зале. Теперь мы будем собираться, и не только здесь, и к резиденции поедем, и не остановят нас, потому что надоело. Надо будет, мы в Африканскую забасовку устроим вам, потому что это невозможно. Мы пришли в Нацбанк, потому что месяц назад Килимбетов сказал, я вам железно обещаю, не будет никакого дефолта, будет все стабильно. Где? Ну где эта стабильность? Понятно, что заместитель Килимбетова сыграл роль доброго полицейского. Он участливо выслушал каждого, сам сетовал на нелегкую судьбу, давил на жалость. Только легче от этого никому не стало. Лично я, за все свои поступки я должен нести ответственность. И сейчас я тоже понимаю, какая сложилась ситуация. И сейчас я также сопереживаю с вами. Я понимаю, какие последствия у каждой какой семьи это есть. У меня тоже есть родители. Моему отцу 75 лет. В итоге митингующие все же передали Кайрату Килимбетову письмо. Там они требуют пересмотреть ставку по долларовым кредитам. В связи с девальвацией ипотечники попали в очередную финансовую кабалу. Вы понимаете, что вы народ вогнали в большую кабалу? Вы понимаете, что вы это понимаете или нет? Как только аргументы у Кужахметова закончились, он поспешил покинуть зал. А служба безопасности Насбанка выпроводила митингующих на улицу.